всем привет с вами проект soulfinder и сегодня у нас в студии рубрика диалоги о стельках вы думали эта рубрика окончена как оказалось нет все благодаря бренду anta сегодня в студии у меня три типа стелек которые официально появились в россии на них есть ссылочка в описании а также есть купон на 15 процентную скидку несмотря на то что стельки и так не очень дорогие но вы получаете дополнительную скидку благодаря тому что anta любит инфлюенсеров и от инфлюенсеров привет для анты соответственно у нас сегодня три типа стелек самые интересные баскетбольные в конце беговые и якобы повседневные но они также могут использоваться для бега как заверяет производитель и так мы пойдем поэтапно от самых базовых вот так вот выглядит коробка это универсальная упаковка для стелек с обратной стороны вы можете увидеть стельку с нижней стороны здесь у нас есть размерная сетка очень большая проблема конечно же заключается в том что стельки на данный момент представлены не во всех размерах в основном остались небольшого размера по размерной сетки мы можем видеть что они в целом идут только до 11 с и если это видео наберет 500 лайков то анта обещает постараться привести до 13 размера в перспективе соответственно вы знаете что анта отвечает за то что говорит и большие размеры баскетбольных кроссовок уже продаются в россии вы можете их также найти по ссылке в описании а купон на конкретные модели в наших видео в наших видео поковыряться найти интересующую вас модель получить со скидкой все то что мы презентуем антона все дает скидку сегодняшняя вот это вот базовая стелька она идет на размер 9 по 10 ну то есть 275 280 миллиметров но на мой взгляд обычная стелька она подходит просто где-то чуть-чуть с небольшим зазором и где-то с небольшим нахлёстом эта стелька выполнена из пены c37 c37 в целом это такая технология используется чаще в беговой обуви в баскете она не использовалась стелька довольно приятная в принципе все стельки имеют вот это одно единое общее покрытие схожа это накладка с антибактериальным эффектом соответственно они меньше впитываются меньше пахнут и не скользит и в общем все придумано неплохо и даже заявленная стелька для повседневной носки может быть использована для бега тут какие-то градации бега и прочее я ничего не могу сказать вы можете написать в помощник на сайте и вам подскажут детали пена c37 это вся стелька а нет я тут немножко надурил здесь есть срезная линия до девять с половиной соответственно вы можете или воспользоваться ими как десяткой или отрезать вот эту избыточную часть и зарядить их в девять с половиной соответственно если вы не найдете там на сайте 9 размер то вы можете купить 10 размер и отмерив схожий элемент колхозненько но тем не менее получить необходимый срезать еще чуть больше я думаю что в диапазоне пол сантиметра роль не играет если у вас 6 размер может и не стоит делать потому что здесь имеется неплохая арка которая будет немного смещена от центра вашей стопы соответственно у нас есть бортики в пяточной зоне где комфортнее себя будет чувствовать нога и в системе максимальной в точке максимальной нагрузки у нас есть еще c37 bounce то есть это модернизированная c37 которую сюда прибабахали и имеется небольшое возвышение дополнительный вот этот вот под для того чтобы вы ощущали при ходьбе максимальный комфорт соответственно это базовые стельки я это все буду пробовать носить но второго видео не будет потому что я не играю в баскет и в общем наверное это не настолько релевантно как просто первичная распаковка вторые стельки они идут с пометкой беговые выполнены они хранятся не в такой же коробочке выполнены в аналогичной стилистике здесь вы можете видеть низ соответственно размерная сетка ну и здесь опять размеры я получил все стельки в размере 10 с буду наслаждаться позже так внутри пара стелечек опять же антибактериальное покрытие приятная сатиновая и здесь арочка чуть посильнее выступает и она чуть жестче в зоне пятки идет такой же бортик и под не так сильно выступает но мы видим дополнительное возвышение в передней части стопы видим отверстие для жара отведения и на подошве мы видим капсулу назовем это капсулу зону из пены nitro edge nitro edge это топовая пена бренда для баскета соответственно она используется не только в баскетболе но в основном мы зрители этого канала я знаем именно по баскетболу nitro edge в передней части стопы c37 плюс здесь вот общая зона синего цвета у нас идет так сейчас это просто его rear food support system это более плотная его желтого цвета то есть она создает небольшой дополнительный каркас а в пяточной зоне у нас гель этот гель помогает гасить избыточные нагрузки при беге соответственно эти стельки можно назвать оптимальными на текущем рынке вот спортивного бренда от одного из топовых спортивных беговых брендов в российской федерации на данный момент соответственно вы можете смело этому доверять доверяем ли манти конечно доверяем и баскетбольные стельки возможно самое главное для нас для зрителей этого канала с внутренней стороны вы уже видите в прозрачности сложное строение стельки размерная сетка не меняется также до 11 с расчерчено застаем стелечки и это уже это уже серьезно так у нас здесь мощная стелька достаточно широкая более широкая то есть если вы получите кроссовки с каким-то с какой-то узкой колодкой это стельки у вас будут загибаться вот таким образом что позволит дополнительный комфорт создать ваши стельки нужно будет обязательно достать хотя я иногда использую стельки как дополнительный верхний слой если мне что-то великовато или недостаточно амортизации как в кедах конверс я кладу дополнительно вторую стельку но вообще в идеале конечно стельку стоит доставать антибактериальное покрытие здесь идет для отведения жара опять же несколько отверстий здесь менее скользкая передняя часть возможно это сделано для баскетбола также большая пяточная зона большой бортик выступающий соответственно будет комфортно комфортнее ощущаться на ноге и база сама по себе стелька это у нас тп е тп е чтобы это не значило эта пена она амортизирует не так сильно вот в средней зоне хотя она все проминается в передней части у нас мягчайшая пена nitro edge посмотрите каким образом она расположена небольшой захлест идет на большой палец и под суставы под косточкой под косточками стопы то есть пальцы вообще здесь не соприкасаются с пеной nitro edge возможно в этом есть какая-то логика внутренний бортик у нас идет более жесткий более сопротивляющийся и с поддержкой и в зоне пятки технология xd р это не так который мы привыкли из дера xd р тем не менее здесь мы видим схожее название и эта штука более мягкая для амортизирующей зоны под основной точкой давление организма то есть под пяточной косточкой эта штука помогает создать дополнительную амортизацию независимо от того какие у вас баскетбольные кроссовки ну или волейбольные например это будет помогать смягчать соответственно такие стельки все три типа стелек в моменте можно приобрести на сайте анты стоят они от 1299 до 1999 рублей это без учета скидки ссылка в описании и купоны на 15 процентную скидку тоже в описании соответственно вы можете их приобрести очень дешево если оплачивать на сайте анты то вы получите процентную скидку дополнительно и еще большинство регионов можно доставить бесплатно и так диалоги о стельках на сегодня мы закончили возможно вам покажется что это опять был последний выпуск диалогов стельках но есть вероятность что что-то появится и мы об этом поговорим снова с вами был серж до новых встреч